Добрый день! В эфире телеканал НТС Новости в студии Елена Яковлева. Главе Нацбанка Кубанышбеку Бакунтаеву сменили заместителей. Вместо Айнуреты Зигбаевой и Мири Мумункуловой назначены Заир Чуков и Манат Джакопов. Чуков ранее занимал пост заместителями министра экономики и финансов, директора Центрального казначейства Минэкономфина. Джакопов был председателем Совета директоров одного из коммерческих банков. Кадровые изменения были подписаны президентом Кыргызской республики Садырем Джапаровым. Деньги на изготове партии и кандидаты. Одномандатники ждут конца агитации, чтобы в аккурат переднем голосование раздавать денежные средства избирателям. Об этом накануне сообщил глава ГКНБ Камчебек Ташиев на открытии нового здания для Каракульского городского отделения Джалабадского областного управления и его ведомства. Ташиев на встрече со своими подчиненными снова напомнил о запрете вмешательства служащих в выборные процессы. Никакой агитации предопределённой, никакого лоббирования кандидатов и партий. Он подчеркнул, что любое вовлечение адом ресурса повлечет не только увольнение руководителей или сотрудников. За такое нарушение ждет другое строгое наказание. Однако спецслужбы напрямую при этом должны работать по выборам, а именно выполнять свою работу, отслеживать незаконные действия, будь то участниками гонки, будь то гражданами. Под пристальным вниманием сотрудников ГКНБ должны быть попытки подкупа избирателей, а также любые шаги, направленные на дестабилизацию порядка в стране. Кандидаты тоже должны соблюдать закон. У нас есть информация, что многие кандидаты готовятся подкупать избирателей за 2-3 дня до выборов. Когда до выборов останется неделя, вы круглосуточно не должны спать и должны контролировать ситуацию. Если произойдет подкуп, а вы не будете знать, понесете наказание. И если кандидат будет избран, но будет доказан факт подкупа, мы уберем этого кандидата. Никто не должен становиться депутатом путем нарушения закона. Между тем, уже 19 преступлений, связанных с выборами, расследуют правоохранительные органы. По данным МВД со дня старта агитации к ним пришло 74 сообщения о нарушениях. Все они были подвергнуты проверке. В итоге 19 имеют под собой конкретные основания и подпадают под такие статьи, как подкуп избирателей, нарушение неприкосновенности частной жизни и даже кража. А также проступки по статьям мелкое хулиганство, злоупотребление административным ресурсам и прочее. Так, случаи с использованием адмресурса выявлены в городе Аше и Иожской области, в Джалабадской и Чуйской областях, а также в Бешкеке. Подкуп продолжает оставаться наиболее распространенным нарушением. Из последних случаев в этом противоправном действии снова уличили партию, которая на днях в Аше на площади агитировал студентов. Теперь ее обвиняют в раздаче талонов на бензин. Их они раздавали в Алайском районе, информацию подтвердили в УВД Джалабадской области. Оператор АЗС должен был якобы разлить ГСМ, пришедшим на агитационную встречу в Дом культуры в одном из сел, где, кстати, и раздавали эти талоны. На сегодня в выборной гонке по округам участвует 302 кандидата и по единому округу по республике 21 партия. Наш гражданин снова оказался запертым в Таджикистане. Родные пропавшего кыргызстанцы говорят, что его выкрали и силой увели на другую сторону границы. В погранслужбе на нашей республике подтвердили эти сообщения. Там рассказали, что Айдарбека Хайдарова задержали сотрудники спецслужб Таджикистана. Госкомитет соседнего государства обвиняет его в незаконном пересечении границы, отмечая, что задержан он был еще более двух недель назад в населенном пункте Пахтакор, где проживает его отец. Напротив находится местность Садалия Легского района Баткенской области. Однако семья Айдарбека заверяет, что парень был вместе со своим 86-летним отцом. Их дом находится вблизи неописанного участка границы, но они проживают там давно. В погранслужбе сообщили, что представители двух стран уже дважды провели переговоры по вопросу возвращения Айдарова на родину, но пока наш соотечественник так и не освобожден. Дальнобойщики протестуют против санитарной зоны на КПП Туругарта. Около 200 перевозчиков провели митинг плюс этого погранпереезда, выразив недовольство решением учинить еще одну проверку грузов из Китая. По их словам, Кабмин намерен построить на КПП Туругарта обможенную санитарную зону протяженностью 6 километров, где установят специальное оборудование для проверки машин. За это, по словам водителей, им придется дополнительно оплачивать от 1000 до 1500 долларов. Дальнобойщики отмечают, что и сегодня они соблюдают все требования безопасности в связи с пандемией. Обязательно сдают ПЦР-тесты, одевают спецкостюмы. Новая зона с ее процедурами станет лишь очередным препятствием на пути ввоза товара из соседней Китайской республики. Его сегодня и так поступает в страну в разы меньше, чем прежде, так что предприниматели не могут организовать нормально свой бизнес. Так еще и многие водители останутся без работы, опасаются перевозчики. Тем временем проблемы с ГСМ усиливаются. Все больше поступает сообщение от водителей, что топлива не хватает. Автовладельцы говорят, что столкнулись с ограничением по объему бензина и дизеля, который они могут купить за один раз. Так, на отдельных заправках заливают бензин марки АИ-92 не более чем на сумму в 1000 сомов. А точки продажи ГСМ другой сети вообще были закрыты из-за отсутствия на них топлива. В Госагентстве антимонопольного регулирования снова высказались по ситуации с ГСМ и ценам. Там отметили, что топливо входит в перечень социально значимых товаров, однако законодательством не предусмотрено прямое госрегулирование цен и они формируются на основе рыночного механизма. Тем временем, с начала текущего года розничные цены на бензин выросли на 70%, на дизельное топливо на 50%. Это обусловлено повышением оптово-отпускных цен на российских НПЗ на 130% по бензиновой группе и на 70% по дизельному топливу. Ковид-заражение увеличивается. Сегодня уже более сотни случаев АИ-108. При этом вчера Минздрав сообщал о 46 новых заболевших. По Бишкеку 47 человек ковид-положительных. Сегодня 35 в Чуйской области. В других районах по 5-9 человек. Медики отмечают, что причиной в том числе являются и массовые заболевания ОРВИ. У граждан снижается иммунитет и коронавирусу становится легче поразит организм человека. Летальных случаев на утро сегодняшнего дня – три. За весь период пандемии в республике только по официальным данным скончалось почти 2700 человек. Отметив Минздраве, сообщили, что четвертую волну ожидают в конце ноября – начале декабря. Но уже на организации здравоохранения началась нагрузка по коронавирусным больным. Сегодня на стационарном лечении находится 552 пациента. Двумя вакцинами на сегодня привито менее 800 тысяч человек по стране. Медики напоминают, что наиболее подверженными риску летального исхода при заражении коронавирусом остаются люди с хроническими заболеваниями. Каким пациентам мы рекомендуем в первую очередь пройти вакцинацию? Это приоритетная группа. Пациенты, которые имеют множественные сердечно-сосудистые осложнения. Пациенты с коморбидными, множественными коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациенты с хроническими болезнями почек. Пациенты, получающие гемодиализ. И пациенты после трансплантации почек. Какие же есть общие противопоказания к вакцинации? Это гиперчувствительность к любому компоненту вакцины. Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Тяжелые поствакцинальные осложнения после первой дозы вакцины. Это судорожные аллергические реакции. Повышение температуры более 40 градусов. Острые инфекционные и обострение неинфекционных заболеваний. Период беременности и период грудного вскармливания. На этом у нас пока все. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok